и сразу следующая партия турнирчик кстати жесткий расслабиться мне не дают и так кировочком разводим коней давай выведем слона еще и давай сюда пробил 6 аккуратненько как дальше тут играть там давай тоже форточку сделаем давай попробуем поставить конькан d5 так поставили чуть дальше с ним делать там допустим сюда давай ладейку тоже куда-нибудь выведем не знаю чё делать чё делать чё делать так может давать такой ход и ладейка сюда это связки пошли связки перевязки сюда может он конем что хочет сюда хочу и сюда попал конем да он может есть просто или там опасно или отойти просто ай вот подожди он сюда да нацелил туда и да понятно взял взял блин ланд взял блин тут надо уходить королем получать что ли как еще играть королем бежать до ладья под боем давать тупим это у меня перехитарил здесь очень быстро играет и достаточно сильно быстро и сильно так играть блин я не знаю как тут так а потом давай так так сразу же замечают слабости в моем построении а именно белые поля да хорошо этот конь конечно как кость в горле тут птичь на взятие конем там пешка еще висит ладно да я знала дю нам сюда дам ладью нужно отошел рамбуется сюда теперь все равно может победа так как же делать надо пока пешку тут толкаем зафиксировал дальше может так так да попробуем такой вот и сюда как еще вытеснять его отсюда так ладно здесь защитили прогнали котенка котенка прогнали чуть дальше делать так здесь ослабляет что туда это ослабляет сюда пойти нет сюда это слишком давай сюда что ли время блин опять не хватает напряженный партийкам пока вроде бы держим оборону может надо уже не оборона в атаку переходить как вот перейдешь в атаку то складе поменять молоде поменяем так и одну мах одну смахнем вторую повел да ладно давай пока ферзя подтянем короля подтянем понял что там делать нечего куда мне давай сюда окне там тоже делать нечего сделать там даже играть там на большую диагональ попытаться ой 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 назад давай так как бы мне его подловить то тут на чем-нибудь хотя бы давай нападем на слона опасно я напал опасно про счетик надо взять мне кажется потому что он может закрыться на шах он испугался пугался и тут я могу до закрыть все на свете как дальше когда-то коня перевести давать дошли переведем его плевать уже на эту пешку да и коня сюда коня сюда вот перешли как-то более-менее такую еще позицию так да давай ладик включим не включается да а сюда пытаемся как-то на диагональ сыграть а сюда дошел обратно шахи мне не нужны такой ход планирую так он уже разминки планирует а если сюда опа а матец то неожиданно вышли фигура да вроде бы стоял какой-то жопе всю партию ну как-то смог перекрутить и вывести фигурами в атаку ну что ж мы досмотрели партию до конца давайте теперь посмотрим разбор ошибок и узнаем как мне удалось залезть в такую трубу после дебюта и потом из этой трубы благополучно вылезти итак партия началась ходом е2 е4 у нас французская защита разменный вариант соперник подрывает центр ходом c4 я играю спокойно делаю рокировочку немедленно здесь не препятствует выводу слона на g4 я просто развиваюсь слон е3 нормально я продолжаю развитие но вот в этой позиции ход ферзь b3 это по сути первая неточность со стороны моего соперника которая передает инициативу уже в мои руки вместо ферзь b3 можно было либо c5 задвигать либо может быть ладью на поле c1 ставить в обоих случаях сохранялась бы примерно равная борьба но вот ферзь b3 это прямо подставляется под прыжок коня на поле a5 в результате чего я получаю преимущество двух слонов выигрываю темп и получается удобная игра против изолированной пешки далее я игра c6 короткая рокировка h6 в принципе логичные все ходы у черных перевес после дебюта прогоняю ферзя занимают центральное поле конем белый ставит коня на поле е5 в принципе здесь можно где-то усилить игру как то это другой стороны но ничего критического не происходит ладью на е8 ставлю и вот после ладья d1 по сути дела здесь можно было форсировано выиграть пешку просто побить на c3 и на любое взятие побить пешку на а2 обычно это не проходит поскольку белые могут сыграть c4 и этого слона поймать но здесь беда в том что ферзь на поле d3 без защиты я могу спокойно бить е5 и оставаться здесь с лишние фигуры с лишней пешки слона моего поймать не получается да ну например давайте попробуем какой-нибудь такой охот все dd4 и если сюда то мы связываем да ну и в общем потом слонов 4 и выигрываем еще слона аналога я один размениваются много раз мы переходим владельник с двумя лишними пешками но я не замечаю такие тактические шансы как побить коня и выиграть пешку вместо этого делаю ход ферзь c7 с идеей пропустить ладью на поле d8 видимо не сильнейший ход который по сути упускать весь перевес пока слон c1 ладью ставлю на d8 и ферзь g3 наконец-то белые перешли к правильному плану игры они максимально централизовали все свои фигуры и теперь грозит удар на поле h6 и вот надо сказать что такой простой ударчик на поле h6 я тем не менее пропустил надо было защищаться путем король h7 и на конь е4 просто отступить слоном и черные еще сохраняют небольшой перевес в этой позиции хотя белые конечно довольно серьезно активизировались но я полез в атаку конь b4 я играю пытаюсь на пешку нападать и на поле c2 куда-то лезть надо было сопернику конечно забирать пешку на 6 это самое принципиально но здесь конь c2 я планировал как-то так и на конь е4 нужно играть в ферзь е7 защищая слона ферзем и дальше довольно интересный вариант и размен слон g5 просто отступаю взятие на d8 взятие на е1 и возникает примерно следующая позиция белые сохранили лишнюю пешку но за счет давления на пешку d4 у черных может быть какая-то концу игра тут еще и пешка a2 под боем в общем здесь можно было вполне играть лишняя пешка есть но черные фигуры достаточно активно однако мой соперник конь е4 продолжает накручивать инициативу нападает на слона мне тут необходимо было сыграть ферзь е7 чтобы перевести игру в уже рассмотренный вариант то есть взять и сюда конь c2 и мы с вами это уже все рассматривали но вместо вместо этого я решил все таки любой ценой защитить эту пешку вот только сейчас я заметил что пешка на а6 под боем и поэтому я бью коня на е5 по сути дела этот ход дает белым уже решающий перевес взятие и отхожу из подсвязки пешка теперь под защитой однако после хода конь d6 этот конь как кот в горле теперь в моей позиции и так до конца партии он и создавал мне максимум проблем ухожу я ладьей с подбоем здесь проще всего добивала наверное тактический ход сломбит а6 взятие и ферзь е4 двойной удар на коня на пешку если я хочу сохранить коня то должен отдавать пешку на 6 и потом белые подключают ладик атаки я должен как-то и в 6 играть потому что грозит ход ладья h4 матовыми угрозами поэтому 6 здесь вторая ладья подходит к атаке ну и ладья g3 грозит ладья h4 грозит здесь никак не добровать и белые должны победить однако мой соперник видимо решил ввести партию без жертв просто аккуратненько позиционно отгоняет моего коня я отступаю на d5 и ходом f2 и в 4 хочет додавить мою позицию я ставлю блок на движение белой пешки пытаюсь как-то защититься и майор мой расчет конечно был на взятие на проходе взятие конем и здесь я как-то еще защищать позиции примерно около равенства но соперник играет максимально сильно забирайте пройдем на поле g6 я ставлю ферзя на d7 пытаюсь защитить пешку f5 ну и тут белом необходимо было еще дальше ферзя запускать на поле h7 чтобы не пустить моего короля на g8 и потом уже готовить ход g4 то есть все как в партии потом король h2 g4 только при моем короле на поле f8 это было бы намного сильнее за белых в партии же последовал ход король h2 и я успеваю пробежать королем на g8 защитить здесь поле h7 как-то в угол уйти здесь тоже бой соперник немножко нелогично играет но явно предыдущим ходом он подготовил ход g4 ну и нужно было немедленно делать этот ход g4 я бы как ему падает 8 сыграл и g5 очень сильный ход вынуждает меня по сути побить на g5 взять и ферзем и дальше мы видим что линия h открыта линия g тоже открыта по этим линиям ко мне будут приходить фигуры до атаки на короля очень тяжело защищаться а если же 5 как-то конь f7 то взять и ну да и на взять и ладьё е6 выигрывает на ход такой такой шаг есть потом отступаем в общем во всех случаях во всех случаях у белых решающая атака так что же 4 по сути решала партию но почему-то мой соперник менять планы вместо того чтобы толкать пешку же решает немедленно вести ладью на же ты это дает на небольшую передышку я открываю фигура подвести для защиты ведь он он защищает еще пешку f4 достаточно медленно играть мой соперник это слонов привожу для защиты витя слона h7 перешел конечно позиция очень пассивные но пробить ее уже не так просто ладьяна g6 удалось разменять пару ладей снизить атакующий потенциал белых но все еще можно было сыграть g4 но здесь я уже как-то буду окапывал в цикл он есть и друзья на е6 вот так вот и пробить блокаду по белым полям не так просто все таки я тут еще держу оборону хотя перевес конечно на стороне белых в партии решает он еще одну ладью вести на же ты доводит ее понимаю что одной ладьёй тут ничего не сделаешь и все-таки возвращается к плану же 4 вот ладил и проводят g4 надо сказать что же 4 он провел в максимально неудачной редакции здесь я мог защищаться по разному например же 6 можно было вполне сыграть не допускаем устранение моей пешки на f5 или можно было побить кстати взять и терзем это размен среди я в случае взятия пешкой у меня есть контрудар g7 g5 пользуюсь тем что ладья без защиты потом разменяться на f4 плану же 6 поставить и но это же вполне образноспособная позиция не вполне ясно у кого тут лучшим очень максимально неудачный момент даже 4 он выбрал но я играю тоже 6 просто уже по инерции пытаюсь защищаться таким способом ладья же ты конь е7 пытаюсь держать блокаду на поле f5 ну и мой соперник толкает пешку дальше тут конечно я должен был закрыть фланг сыграть пешкой на h5 после чего получается примерно равная игра но я решаю вот опять же самый неподходящий момент проявить активность и делаю ход ферзь d5 нападая на слона ну и тут же замечаю что этот ход проигрывает поскольку кой на е7 оказывается без защиты и здесь соперник может проигнорировать угрозу взятия слона и побить пешку нападая на коня дело в том что случае взять и он закрывает ладьей тут никакого шаха нет и белые просто выигрывают но видимо сильнейшим это все-таки побить туда пешкой и на взятие закрыта ладьей надежды что соперник побьет ладью конем и теперь после взятия слона у меня есть вечный шаг здесь я спасаюсь неожиданно но беда в том что ладью не обязательно брать ферзь может вернуться на счеты защитить тут пешку и теперь на взятие закрываются ладьей и мы видим что моя ладья осталась под боем белых забирают потом ферзь g3 грозит в мат размен ферзей и по сути дела выигранную пешки с лишним качеством у белых так что ходом ферзь d5 я просто проигрываю партию но мой соперник в этой партии совершенно не хотел считать варианты он видит что слон под боем и он защищает этого слона ладьей что упускает победу теперь я играю h5 позиции вновь уравнивается тут я уже начинаю даже играть на победу я начинаю как-то фигура выводить жертву пешку на b6 но зато мой сверх активизировал такой перешел на поле d4 тоже активная позиция этот ход уже решающая ошибка как вы понимаете надо было ладья f2 и держать во что бы то ни стало поле f3 не допускать туда моего коня хотя и здесь ладья бы 8 я тут как-то начинаю пытаться активность проявить видите мои фигуры выходят тут слон готов на большую диагональ выйти но последовало жадное взятие пешки теперь кони в 3 шах король отступает ну и просто выигрывал шах на поле b1 потому что закрываться особо некуда все поля контролируются моим конем на ход ладья g1 бью конем забираю на b3 сюда грозит взять и конь под боем и в общем не добровать в этой позиции белым однако я решил еще больше усилить идею шахов я сначала играешь 4 отгоняя ферзя тут опять можно давать шах ладья b8 пытаясь подключить ладью к атаке но этот ход позволял белом разменять коней на самом деле сыграть вот так вот пока прикрывается поле b1 на взятие взятие слоном ну и здесь ничего особенного у меня нет позиции около равенства однако мой соперник не допускает ладью ходом ломбы 6 уже устал говорить о том что продавать шах на b1 пытаясь еще одну фигуру подключить к атаке но в принципе здесь лучшим шансом белок было скинуть пешку и потом как-то терзив один защищать первый ряд хотя и здесь у черных большой перевес но соперник просто ведет пешку тоже большой цепь нот у нас очень мало времени он ведет пешку ферзи я вывожу слона на большую диагональ мы после же 6 очень важно отступить королем на ход сверст едва наконец-то мат по первому ряду здесь уже абсолютно некуда закрываться поскольку поле же один контролируется конем и видно что король черт белых получает мак следующим ходом вот такая вот интересная партия фактически хорошо очень вышла дебюта потом один неточный ход и пришлось стоять в упорной защите защите всю партию но мой соперник не хотел форсировать события пытался выиграть малыми малой кровью без каких-то счета вариантов без счета вариантов но этого ему не получилось мне удалось как-то удержать оборону и потом перейти в контратаку к чему мой соперник оказался совершенно не готов кому понравился обзор не забывайте ставить лайки и подписываться на канал ну а с вами был евгений шувалов до новых встреч а а Субтитры создавал DimaTorzok